В эфире телекомпании Круг Новости с обзором наиболее интересных событий к этому часу журналисты, информационной службы. Я Татьяна Захарян. Здравствуйте. Сегодня в выпуске вы увидите. Судебный процесс по одесскому зонингу начнется сначала. Верховный суд Украины принял решение вернуть дело на рассмотрение первой инстанции. Фасад старинного дома на Решильевской в удручающем состоянии. Ко дню защитника Украины и дню украинского казачества. Казацкий театр «Характерников Атаман» дал благотворительный спектакль для одесских детей. Судебное дело по зонингу, зонированию территории города вернется в Одессу. Кассационный административный суд Верховного суда Украины принял решение начать рассмотрение иска общественников об отмене спорного плана сначала на уровне первой инстанции. Одесские общественники Михаил Кузаконь и Олег Михайлик требовали отменить решение судов первой инстанции и апелляции по вопросу о законности принятия зонинга. Жалоба ИСОП удовлетворена частично. Кассационный административный суд Верховного суда Украины и управления архитектурой для местоподавания Одесско-мирского района Михайлика Олега Станиславовича так у законе Михайла Викторовича за довольное участковое решение Приморского районного суда в Одессе 26 грудня 2017 года так установил Одесский операционный административный суд по 17 грудня 2018 года скасовать справа направить до суду первой инстанции на Новый Росток. По сути Верховный суд решил не ссориться с бизнесом и ушел от прямого ответа о сохранности зонинга. Дело вернули на рассмотрение туда, где все начиналось. Все эти забаганки галантерника, которые одесские суды принимали решение по забаганкам галантерника и Труханова, они сегодня скасованы по факту. Сегодня всю эту маячню, которую принимали одесские суды, отправлено на рассмотрение до первой инстанции. Это означает, что судебное разбирательство может тянуться годами. А успешное сотрудничество одесской власти со строительным бизнесом по действующему плану будет продолжаться в интересах предпринимателей. В середине октября 1941 года после героической 75-дневной обороны регулярные части Красной Армии оставили Одессу, улицы которой вскоре заполонили немецко-румынские фашистские войска. Началась трехлетняя оккупация города. 10 апреля 1944 года Одесса была освобождена от гитлеровцев. Среди освободителей был тогда и сержант Николай Московой, который отметил в этом году свое 96-летие. Это один из последних живых участников тех событий, живущих в Одессе. Когда встречаешься с ветеранами Второй мировой войны, невольно хочется узнать из первых уст правду тех событий, история которых неоднократно подвергала цензуре, замалчиванию, даже искажениям официозам. Одессит полковник Николай Иванович Московой вообще не из разговорчивых. По его мнению, бывших разведчиков не бывает, так что молчание – его главное оружие. Конечно, хочется сказать, что последний оставшийся в живых освободитель Одессы, несмотря на 96-летний возраст, полон сил, энергии и задора. Но к чему эти псевдо-оптимистические шаблоны? Он и в самом деле в прекрасной форме, и с историко-архивной памятью, с большим юмором и достоинством, а главное – за правду. Во всем и всегда. Вот как в эпизоде с разминированием оперного театра, в котором он принимал участие. Ну, я минером не был, понимаете. Там была создана группа такая. Кстати, вот эта история с разминированием. В ней столько брехни там. Оперный театр разминировали саперы 109-й гвардейской стрелковой дивизии. Командир дивизии был Бурят Балдынов Илья Васильевич. Инженером дивизии был Рязанцев Николай Матвеевич. В то время он майор был. А командиром батальона, из которого выделены были вот эти минеры, ребята-специалисты, понимаете, был майор, в то время тут тоже майор Солоха. Я был в той группе в каком качестве. Это дивизионный инженерный батальон был отдельный. А я служил в корпусном батальоне, в котором, ну, в этот корпус входила и дивизия Балдынова. Соколовский, Маргелов, Балдынов. Вот это были командиры дивизии, которые вошли в Одессу. Мы шли по центру Одессы. При освобождении Одессы я уже до этого был ранен и контужен, и все, что хотите. Вот. В первом же бою, кстати, был ранен, потому что меня хотели послать то в академию, то в училище авиационное. Я никуда не попал. Это шло всеобщее отступление. Я попал в пехоту, в первом бою ранен был и пошла писать в губернии. Эпизод с разминированием оперного театра был ярким, запоминающимся, как, впрочем, и весь процесс освобождения города. По словам Николая Ивановича, прошедшего время Второй мировой в составе Красной армии по территориям семи стран, Одесса стала первым городом, где им разрешили остаться на два дня, в результате чего удалось лихво ощутить на себе гостеприимство одесситов. Только-только после оккупации, разрухи и смертельной опасности люди старались пригласить к себе в дом солдат и накормить неведомо откуда бравшимися запасами. А уж выпить – святое дело. Я до Васильевичка и дошел, а там, значит, смотрю, из смотрового такого окна, из подвала дым идет, и пахнет паленым мясом, горячим. Мы туда заскочили, а это было место, оказывается, в этом доме находилась Сигуранца или, я не знаю, или, может быть, немецкая контрразведка. Но там лежали расстрелянные наши люди. Лежала девочка и мужик один так, он же мужчина, телогрейка, замасленная такая, сапоги керзывалые, и он обнимает этого ребенка, а у ребенка головки нет, понимаете, сожгли. Вот, и она только в этих трикотажных, голубеньких таких, советских трикотаж, трусиках лежит, махонькая. Вот. Но мы выскочили оттуда, звон. А мы же не атеисты, а тут звон какой-то, да? Ну, тут уже туман стал рассеиваться, потому что это страшный туман был. Я закончил так, я здесь закончил инспектором политуправления. Но я занимался уже, ну как, официально политработой. Но я всю жизнь сидел на боевой подготовке. Я отвечал за качество боевой подготовки и специальной. Понимаете, я один у них имел специальный допуск к разведчикам, потому что я проверял диверсионные эти наши подразделения. Все это. Вот, меня только одного брали из политуправления туда. У меня, да, вот такой допуск был. Несмотря на свою уникальность, полковник Московой, что называется, себя не выпячивал, заслугами не бравировал, а статус разведчика пронес сквозь года и все тайны сохранил. Может быть, в связи с такой скромностью в наши дни, когда он потерял своих сыновей, а на руках осталась больная лежачая супруга, он не напоминает о себе ни коммунальным, ни социальным службам. Живет в хрущевке, в которой нет отопления, горячей воды. В скромной квартире, не ведавшей ремонта многие десятилетия, отчего-то мирится с редко приходящим социальным работником, а продукты закупает сам. Ну и, можно сказать, не в обиде на власть имущих, так громко и успешно пиарящихся во время праздников рядом с героем-освободителем, но так и не нашедших время поздравить его с 90, а затем 95-летием. Хотя существует такое положение в Одесском муниципалитете – поздравлять одесситов, достигших 90-летнего рубежа, и дарить тысячу гривен. Будем надеяться, что это всего лишь оплошности, а не бездушие, халатность и, простите, жульничество. И все исправится в лучшую сторону, а главное, Николай Иванович это увидит и ощутит. Прогуливаясь по улице Кузнечной, нельзя не обратить внимание на интересный дом, который находится на пересечении с улицей Успенской. Этот дом – настоящая жемчужина модерна, так называемый дом Вургафта, построенный еще в 1903 году, который когда-то радовал глаз и был гордостью Одессы. Но время неумолимо. Архитектурный шедевр на грани разрушения, а о его реставрации ничего не слышно. Подробнее в сюжете наших корреспондентов. Мы продолжаем показывать сюжеты, посвященные разрушающимся от времени и, возможно, от равнодушия архитектурным памятникам любимой Одессы. Возможно, данное видео, зафиксированное нашей съемочной группой, позволит вам оторваться от привычных мыслей по дороге на работу, учебу или во время прогулки с малышом. И только подняв свой взгляд чуть выше обычного, можно видеть, с какими проблемами столкнулись, например, жители дома номер 54 по улице Кузнечной. Вам балконы посмотрите. Если посмотрите на балконы, все балконы обваливают. Мы обращались уже куда угодно. И в ЖЭК обращались, и везде обращались. И нету толку. Нету. Сделаем. Сделаем, сделаем. И все. Сколько лет делают? Ой, уже неизвестно сколько. Даже с этой стороны идешь, идешь. И опасно идти. Идешь, и только обрушиваются карнизы. Только обрушиваются. Дом расположен на очень уютной и симпатичной улице. Здесь относительно тихо, мало машин и достаточно места для прогулок. Поэтому и жилье на Кузнечной всегда ценилось. Но на сегодняшний день состояние строения просто непригодно для жизни. А у большей части жильцов дома просто нет выбора. Полно проблем. Например? И водопровод, трубы лопаются. Вот воды не было. Четыре дня у нас. И вообще и парадные надо ремонтировать. Крыши. Крыши все поломанные, все текут. Жалуются люди. И не трещины, но течет. Скажите, обращались в коммунальные службы? Конечно, обращались. Что-нибудь сделали? Ничего. Ничего. Чем они мотивируют свой игнор? Нет материалов. Нет материалов. У нас вот лестница поломанная. Нет досок. Все. Стены здания в трещинах. Лепнина отваливается. Крыша течет. Лестница в доме также подлежит ремонту, по словам жителей. Можно долго перечислять накопившиеся проблемы. А городские службы даже не могут снять аварийную ветку, которая нависает над головами прохожих. Рядом со столбом, угол наклона которого также не дает покоя местным жителям. Это опасно, потому что вся ветка обломится. Кто будет проходить? Все. Если маленькая детка, я не спорю. Да, оно может пробить даже и голову. А столб, который, видите, он немного нахалився? Очень давно, столько, уже четвертый год, то он уже тут очень давно такой стоит. Конечно, у простого одессита, даже очень любящего родной город, не очень много возможностей повлиять на печальный процесс разрушения или воспрепятствовать ему. Но в наших силах хотя бы отправить сигнал о разрушающемся объекте в Одесский городской совет, оставив жалобу в Едином центре обращений граждан на сайте 1535. Но, по словам одесситов, к сожалению, зачастую обращения игнорируют и жильцы остаются один на один со своими проблемами. Дом-памятник архитектуры начала 20 века на улице Ришельевской нуждается в обновлении и ремонте. Однако городская власть не считает нужным заниматься сохранением исторического наследия. Дом по адресу Ришельевская, 45, известен как дом 0 с 1903 года постройки. Хотя величественное здание могло бы украшать одну из самых известных одесских улиц, оно представляет собой печальное зрелище. На фасаде заметны трещины, не в лучшем состоянии карнизы. От балкона в любой момент может отклоться камень. К тому же внешний вид исторического здания портят кабели, которые опутывают фасад. Ситуация с домом по улице Ришельевской не уникальна. Состояние множества исторических зданий в самом центре Одессы неутешительно. Однако городская власть практически не занимается этим вопросом. Этот факт отмечают и местные жители. Хотелось бы, чтобы все было быстрее, чтобы все это приводилось в порядок как можно быстрее. Мы тоже живем в старом доме, которому пока ремонт не грозит. Но, наверное, может быть чуть больше средств уделять этому, если они есть в этом городе. Я думаю, что со временем все-таки наши городские власти придут тому мнению, что не все покупается, продается. Надо оставить после себя, как морозье, как дерево, как лонжерон, память. К сожалению, по всему городу ремонта требуют сотни памятников архитектуры. Городская власть не делает ничего, чтобы остановить разрушение исторического наследия. В результате дома, которые раньше были гордостью Одессы, теперь угрожают безопасности и жизни прохожих. Неизвестно, сохранится ли хотя бы часть одесского архитектурного наследия спустя несколько десятков лет. И хотя дом на Ришельевской, 45, по сравнению со многими другими зданиями, сохранился не так плохо, при отсутствии ремонта и должного внимания городской власти к этой проблеме его может ждать печальная судьба. А пока коммунальщики и городской совет бездействуют, в Одессе, которая могла бы быть музеем под открытым небом, продолжат разрушаться уникальные здания. Дом по адресу Ришельевская, 73, разрушается из-за сырости. В сезон дождей из поломанного водостока на стену потоком льется вода. ЖКС Фонтанский несколько лет игнорирует обращение и не производит ремонт ливневок и водостоков. По словам местных жителей, их двор периодически затапливает. Вода скапливается в ямах во дворе и перед домом. После даже небольшого дождя из дома невозможно выйти, так как ливневки давно забиты и не выполняют свою функцию. Ну, вообще-то опасно. Там получается лужа такая огромная. И если там пожилой человек или ребенок, то вполне могут и это вот. Там вообще у нас была такая огромная лужа, что ставили, когда сильный дождь, ставили плотик, чтобы попасть во двор. Однако это не главная проблема. Водосточная труба дома сломана. Из-за этого поток воды во время дождя стекает прямо на стену, из-за чего в стене появляются большие трещины. Также вода попадает на кабели, угрожая оставить жителей без света и связи. Как утверждают местные жители, в плохом состоянии все водостоки по периметру дома. Несмотря на многократные обращения жильцов, работники 11-го участка ЖКС Фонтанский выполнили только небольшую часть работ по замене дырявых водостоков. Коммунальщики отговариваются отсутствием средств и материалов, хотя жители дома исправно платят СДПТ. Хотя работы должны были закончить в третьем квартале 2019 года, ливневки и водостоки все еще неисправны. А здесь, если когда здесь вот дырки не было, то постоянно тут вот так вот ходили... То есть у вас несколько проблем и ЖК не решает? А, все, ЖК ничего не делает. Также в плохом состоянии крыши и фасад дома, так что протекания в парадных и в квартирах неизбежны. Местные жители возмущены бездействием ЖКС, ведь они исправно платят за услуги, а в итоге коммунальщики затягивают с ответами на обращения и месяцами не выполняют обещанное. Вот-вот начнется сезон дождей, который, вероятнее всего, приведет к неприятным последствиям для жителей дома. В Беляевском районе Одесской области мужчина поджег дом, в котором проживал знакомый его 18-летней дочке, потому что был недоволен их общением. О пожаре, охватившем весь дом более 100 квадратных метров и уничтожившем крышу и имущество хозяев, правоохранителям сообщили спасатели. По заключению специалистов ГСЧС причиной возгорания стал поджог. Подозреваемого в совершении этого преступления оперативно разыскали в селе Маяки, где тот проживает. 35-летний мужчина признался, что на такой поступок решился, узнав, что дочь в очередной раз ослушалась его и поехала к другу в соседнее село, рассказали в Беляевском отделе полиции. Правонарушитель уже объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 194-й «Умышленное уничтожение или повреждение имущества Уголовного кодекса Украины». В качестве меры пресечения суд избрал ему содержание под стражей без права внесения залога. Началось расследование. В Одесском аэропорту прошли учения ГСЧС, на которых отрабатывались технологии тушения пожаров на воздушных судах. Об этом сообщает пресс-служба главного управления ГСЧС в Одесской области. К ликвидации опасного происшествия, которое, по легенде, было связано с аварийной посадкой судна Як-42, были привлечены пожарно-спасательные подразделения ДСНС и специальная служба аэропорта. Во время условной ситуации вследствие жесткой посадки самолета разлилось и загорелось авиационное топливо вокруг воздушного судна. Пожарные в жаростойких костюмах и индивидуальных средствах защиты тушили огонь и эвакуировали 40 пассажиров и трех членов экипажа. Спасатели с помощью специальных инструментов пробили в фюзеляже самолета дополнительное отверстие для вывода пострадавших и передали их медработникам. Было привлечено более 60 человек личного состава и 16 единиц пожарно-спасательной техники. День защитника Украины и День украинского казачества. Единственный в стране Одесский казацкий театр характерника в атаман Всеукраинского казацкого центра культуры и спорта при Южном оперативном казацком округе отметил благотворительной акцией. Праздничный спектакль для детей «Казацкая легенда» состоялся во Дворце культуры имени Лесси Украинки. Идею спектакля «Казацкая легенда» можно выразить словами государственного гимна и покажем, что мы братья казацкого рода. История Украины – это летопись казачества. А отметить национальный праздник казаки пригласили детей из одесских школ, лицеев и гимназий. Люди должны знать свою страну, свою родину, свою историю. Это все в рамках внеклассной работы патриотичного выхования. Спектакль о жизни, о мире, о любви, о невойне, о добре и о победе. Спектакль об Украине. «Казацкая легенда» – сценическое шоу, объединившее вокальные и хореографические номера, созданные на основе традиций, обрядов и боевого искусства казачества. Показанные на общем фоне исторических событий, они позволяют представить жизнь народа в постоянной борьбе за сохранение национального единства и создание независимого государства. «Ведет нас вперед великая вера, если погибнуть за землю родную, не побоится тут каждый быть первым. Людые братья будет битва, сложат пылины, мудрые деды, а коли останемся в поле навеки». Называть спектакль обычным детским представлением никак нельзя. Постановка расширена на разные уровни восприятия, обладая равным по силе воздействия на детскую и взрослую аудиторию. Александр Ивеноградов, Альберт Наумов, телекомпания «Круг». Наш выпуск новостей подошел к концу. Далее информация синоптиков о погоде. Напоминаю, что новости телекомпании «Круг» всегда доступны онлайн по адресу круг.com.ua. Если вы стали свидетелями резонансных событий, информируйте наших журналистов. Во всем важном и интересном сообщайте в редакцию по номеру телефона 34 00 76. Хороших вам новостей, отличного настроения. Берегите себя и своих близких. Увидимся. По прогнозу гидрометцентра Черного и Азовского морей 17 октября в Одессе переменная облачность. Утром туман, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12, тепла днем 16-18 градусов тепла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова